На Омских дачах, к слову, можно встретить бабочку вампира. Одну из них поймали в нескольких километрах от города. Экспонат выставили в Краеведческом музее. Там открылась выставка насекомых. Всего полторы тысячи бабочек со всего мира. Подробнее о пугающей красоте расскажет Юлия Думанова. Это князь мы из Юго-Восточной Азии. Название насекомое получила за рисунок на спине. Он в виде змеи, чтобы отпугивать врагов. Князь мы не ест, у него даже нет рта. Питается он веществами, накопленными в стадии гусеницы. А это бабочка с рисунком черепа на спине. В древности ее считали предвестником беды. Это один из немногих видов, который может издавать звуки. Питается бабочка, бражник мёртвого гола, может питаться мёдом. То есть прокалывает соты, забирается в улья, прокалывает соты и высасывает мёд. Притом, кстати, она может издавать звуки. Эта бабочка, это редкость для бабочек. Большинство из них молчат. Всё-таки была одна версия, что бабочка таким образом хочет своей оказаться в улье. Но ученые сочли, что это неправильная версия. Есть здесь редкие насекомые и нашего региона. Например, эта невзрачная бабочка – вампир. Питается кровью, в том числе человеческой. На охоту уходит ночью. Встретить её можно в лесополосе в нескольких километрах от города. Кстати, большая часть омской энтомологической коллекции утеряна. В 90-х её начали собирать буквально с нуля. Татьяна Кошелева – одна из тех, кто ездил в экспедиции по районам области. Я помню, как я бежала за своим первым махаоном. Причём под ноги в это время вообще совершенно. Не смотришь и даже не думаешь, что там под ногами. Яма может быть, кочка или ещё что-то. Это просто труднохранимая, легко уязвимая коллекция. Поэтому частенько с ней случались какие-то неприятные вещи. То есть, ну, например, съездила коллекция на Нижегородскую ярмарку. И привезли назад коробки с открытыми крышками, поставленными друг на друга. Соответственно, от коллекции ничего не осталось. Есть на выставке и всем известные бабочки, такие как лимоница и берёзовый шелкопряд. Ольга Порощук – учитель начальных классов. Рассказывает, что некоторые дети увидели их впервые на выставке. Выставки, я думаю, такие нужны. Обязательно ребятам они развивают кругозор у ребятишек. Позволяет им познакомиться с миром насекомых более подробно и более наглядно. Мы, конечно, в школе можем показать только на картинке, а здесь они видят бабочек как настоящие. А ещё на выставке можно сфотографироваться с мадагаскарской бабочкой и загадать желание. Древние ацтеки верили, она способна передавать богам желания людей. Юлия Думанова и Андрей Кузьмин. Антонасей.